Путин допустил присоединение других стран к договору РАМ. Президент России Владимир Путин допустил переговоры о включении в договор о ракетах средней и меньшей дальности, РЭМ, третьих стран. Он заявил об этом на коллегии Минобороны во вторник, 18 декабря. Ждите ответа, Владимир Путин предостерег Вашингтон от выхода из ДСТР. Президент РФ отреагировал на угрозы США и рассказал о причинах несостоявшегося телефонного разговора с Петром Порошенко. Глава государства согласился, что договором есть определенные сложности, в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и малой дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора? Цитирует российского лидера Интерфакс. 15 декабря Россия внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку ДСТР, в которой содержится призыв ко всем сторонам выполнять обязательства по данному соглашению. В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДСТР и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушение соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы прав мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпея заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. После этого Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9М729 ССИ-8 или модифицировать ее, согласно положениям документа. ДСТР СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней, 1,5 тысячи км, и малой от 0,5 тысячи до 1 тысячи километров, дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их. Субтитры создавал DimaTorzok